Сейчас практически каждый знает, куда можно обратиться с проблемами в сфере ЖКХ, медицины, экологии и другим. На портале Добродел или в социальных сетях граждане оставляют свои пожелания, указывают на недочеты и нарушения. А Центр управления регионом, в свою очередь, не оставит их без внимания. Для нас все вопросы являются важными. Если жители нам пишут о том, что у них есть удобный для них пешеходный переход, где они перемещаются на социальные объекты, на любые объекты, которые им удобны. Но при этом интервал работы светофора не совсем им удобен. И то количество людей, которые регулярно скапливаются на этих пешеходных переходах в ожидании времени, который указывает светофор для возможности перемещения пешехода, мы тоже обращаем на это внимание. За первый квартал 2023 года в Центр поступило более 26 тысяч обращений, а это на 32% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Именно принцип обратной связи позволяет сделать городскую среду и жизнь в округе лучше. При этом пожелания жителей всегда в приоритете. Мы стоим очень часто перед выбором пойти по букве закона или пойти по эмпатии, человеческому фактору взаимодействия и желания помочь. Очень часто управляющие компании нам сообщают о том, что в рамках только общего собрания с собственниками можно поставить лавочку, потому что это определенные средства, ресурсы. Но стоит отметить, большинство управляющих компаний на 99,9% все-таки ломают свои стереотипы и идут нам навстречу установка лавочек, возможно, где-то ограждение. Любые сроки по решению проблем мы стараемся сократить, говорит Елена Меньшикова. Проработка любого вопроса ведется целой командой специалистов. Подключается администрация округа. Ни один вопрос глава муниципалитета не оставляет без внимания и контроля. Для еще большей эффективности каждый второй четверг месяца в МЦУРе будет проводиться день открытых дверей. Есть два пути взаимодействия. Или просто посетить ЦУР, приехав к нам, придя к нам, и посмотреть, как мы работаем, дать свою обратную связь. Есть второй момент, когда можно записаться, озвучить перечень вопросов. Мы подготовимся к этим вопросам. Если необходимость будет, мы пригласим к себе службы, чтобы встреча была более эффективной. Такое взаимодействие еще больше сократит путь от пожеланий жителей до принятия конкретных решений, улучшит показатели. При этом горожанам необходимо давать объективную оценку работы центра, уверяет Елена Меньшикова, чтобы сделать его деятельность еще более эффективной. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует... Продолжение следует...